Лада Калина, в которой находились четыре девушки, попала под грузовик МАЗ сегодня утром под мостом у компрессорного завода. После столкновения многотонник протащил отечественный автомобиль еще несколько метров. По предварительной версии ДТП произошло, когда легковушка выезжала на главную дорогу со второстепенной. Нафиса Минязова услышала мнение сторон. Он зацепил и протаранил, даже не остановился. Это ладно, еще живы остались все. В момент столкновения в салоне отечественного автомобиля находились четыре девушки. По счастливому стечению обстоятельств никто из них не пострадал. Отойдя от шока, они рассказали, что спускались с сибирского тракта на проспект Ямашево. Надо было ехать в сторону стадиона Казань-арена. Едва успели повернуть, как оказались, под грузовиком, который ехал по главной дороге. А он маленький там сидит. Он зацепил. Мы приостановились, а уже все поздно, нас затянуло прямо все. После столкновения грузовик протащил легковушку около трех метров. Как рассказал водитель большегруза, он остановился лишь после того, как услышал хруст, ибо увидеть машину просто не мог. Я выезжал на свою полосу, то есть как бы ни на автобус, ни никого не подрезал. Она залезла под меня. Я считаю, что девушка виновата. Не надо лезть под грузовики. У них есть слепые зоны. Оба водителя настаивали на своей правоте и намерены доказывать свою точку зрения автоинспекторам при разборе происшествия. На все меня зовут Айрат Назипов Константин Бушуев. Вызов 112.